Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава третьей Маковейской книги, перевод под общей редакцией Нины Брагенской, я читаю для библейского портала экзегета, а в этом издании подробные комментарии, я даю лишь очень краткие. Итак, первая глава описывает ситуацию, когда Птолемей Филопатр отправляется в Иерусалим после победы над своим врагом и хочет войти во внутреннее святилище, чего категорически ему не могут позволить священники, он же язычник, туда внутрь святилища в святую святых входит первый священник, один человек раз в год на один особый обряд в день вилостивления Йом-Кипур, а царь хочет просто как турист полюбопытствовать. Но он царь, кто его остановит? Только Бог. И вот весь Иерусалим молится о том, чтобы Бог его остановил. Вторая глава. А при освящении к Симон, преклонив колено перед внутренним святилищем, простер руки к небу и чинно и торжественно творил такую молитву. «Господи, Господи, Царь Небеса, Владыка Всего Творения, Святой из святых, Единовластный Вседрожитель, услышь нас, притесняемых нечестивым святотатцем, который кичится дерзостью своей силы. Ибо Ты, все сотворивший над всем властвующий, властелин праведный, и это Ты судишь виновных дерзости и надменности. Это Ты погубил творивших во дни он и преступления, а среди них были даже исполины. Такие исполины не очень понятно, но какие-то люди древности, великие богатыри, уповавшие на силу и дерзость, когда обрушил ты на них безмерные воды. Это вот история Ноева потопа. Там действительно упомянуты эти исполины. Это Ты, заносчивых садомлен, чьи пороки сделались явны, огнем спалил и серый, дав образец поколениям грядущим. Гибель Садома и Гаморы. Это Ты, дерзкого фараона, проработившего народ Твой, святой Израиль подверг множеству различных казней, явил силу свою и тем явил великую мощь свою, и утопил его в пучине моря, когда он гнался следом с колесницами и несметными толпами. Зато те, кто полагался на Тебя, властелина всего творения, вывел ты целыми и невредимыми, и они, увидев дела десницы Твои, прославляли Тебя Вседержителем. Это, конечно, история исхода, про то, как перешли через Красное или Чермное море израильтяне, в то время как египтяне погибли, тем более у нас египетский царь вообще-то, да, он, конечно, Эллен, но он царь Египта, и вспоминаются также египетские казни. Это Ты, о царь, сотворивший беспредельную неизмеримую землю, избрал град сей, то есть Иерусалим, осветил место сие во имя свое для себя, ни в чем не знающего нужды, и Ты прославил его своим величественным явлением, построив его во славу великого и досточтимого имени своего. То есть дело не в том, что мы тут чего-то хотим, как-то переживаем, а это Твоя территория, это Твой храм, сбереги его. Любя дом Израиля, Ты обещал, что даже если мы когда-нибудь от Тебя отвернемся и в беду попадем, но придя в сие место, помолимся, услышишь Ты нашу молитву. И Ты воистину верен и правдив. Сколько раз отцы наши терпели притеснения, сколько помогал Ты им в уничижении и избавлял от великих бедствий. Вот и мы теперь, о святой царь, за многих и великих грехов наших терпим угнетение, подчиняемся врагам нашим и оказались бессильны. То есть то, что с ними происходит, это следствие их собственных грехов, а не только надменности, допустим, царя Птолемея. На погибель на нашу дерзкий сей святой отец оскорбить вознамерился место святое на земле, посвященное имени славы Твоей. Храм как место, посвященное имени славы. Это не дом, где живет Бог, как можно иногда при слишком буквальном прочтении некоторых библейских текстов подумать, а это место его особенного присутствия. И слава – это вот то понятие, которое выражает присутствие Бога, но без этой материалистичности лишней. Да, твое обиталище – небо-небо, для людей недоступно. То есть небо-небо – это выше, чем небеса земные. Но поскольку благоугодно было тебе, и ведь славу свою в народе своем Израиле, осветил ты место сие. Не пошли нам кару за их скверну, не спрашиваясь нас за кощунство, дабы приступившие закон не торжествовали в сердце своем и надменными устами не говорили, ликуя. Мы ходили по дому святыни, как ходят по домам мерзости. Вот, собственно, что предлагает царь Птолемей. Да, вот, гулять по храму, как он гулял по языческим святилищам. Сотри грехи наши, развей провинности наши, яви милость свою в сей час. Да предварят нас щедроты твои, вложи хвалу в уста тех, кто сокрушен и измучен, и даруй нам мир. Ну, действительно, очень красивая, яркая и поэтичная молитва, конечно, не остается без ответа. Тогда Бог, свидетель всего, прародитель, святой вы святых, преклонив слуг к законной молитве, на того, кто столь высоко в наглости своей дерзости занесся, обрушил бич свой, из стороны в сторону его швыряя, как ветер гнет тростник, так что пораженный назем, беспомощный, с недвижимыми конечностями, он не смог даже слова сказать, сраженный праведным судом. Ну, то есть, с ним происходит что-то вроде инсульта, с этим самым Птолемеем, в тот момент, когда он пытается войти во храм. Тогда друзья и телохранители, друзья это его ближний круг, видя, что постигла его тяжкая кара и опасаясь, как бы он не лишился жизни, быстро вытащили его наружу, объятые непреодолимым страхом. Некоторое время спустя он пришел в себя, но, несмотря на кару, не испытал никакого раскаяния и удалился из рыгая угрозы. По вине соображников, о которых шла речь ранее, соображники, то есть те, кто с ним выпивает вместе, и друзей чуждых всякой правде, царь, возвратясь в Египет, приумножил проявление порока. Мало ему было бесконечной череды постыдных деяний. Он дошел до такой дерзости, что стал распространять в тех местах клевету, а многие из его друзей, жадно ловят царское мановение, упреждали это его желание. То есть, видимо, как-то по-другому описывает эту историю. Вот его бог не пустил, он пал без чувств, но потом пришел в себя и стал рассказывать какую-то ерунду. Он задумал от имени государства опорочить народ и установил на дворцовой башне стелу, выбив на ней такую надпись. Никому, кроме приносящих жертв в святилище свои, не входить. Всех иудеев нести в перепись население и зачислить в рабское состояние, а те, кто будет противиться, забирать силы и лишать жизни. Внесенных в перепись отмечать, выжигая на теле знак Диониса, лист плюща, и записывать этих в прежнее определенное состояние. То есть он хочет отомстить за свое унижение, за то, что его не пустили в храм, и мстит он всему народу. Но для того, чтобы ненависть к нему не стала всеобщей, он прибавил, если кто-либо из них предпочтет присоединиться к посвященным в таинство и быть им равным в правах с гражданами Александрии. То есть иудеям предлагается выбор верность своей отеческой религии, это рабство, причем с клеймом, которое на них стоит. Но они могут стать греками. Вот та же самая история, которая в первой и второй маковейской книгах описана, но только в селевкидской державе и, соответственно, в Иудее. Здесь повторяется выбор. Либо ты отказываешься от иудаизма, становишься участником языческих культов. Ну, там, правда, убивали, здесь всего лишь хотят сделать рабами. Ну, подождем еще, что будет дальше. И тогда некоторые, кто не слишком гнушался подобной платой за доступ к государственному богопочитанию, сами легко пошли на предательство, чтобы снижать долю в какой-то великой славе от предстоящего тесного общения с царем. Да, есть те, кто готов отказаться от веры отцов. Но большинство по благородству души устояло и не отошло от богопочитания. И отдавая деньги в обмен на жизнь, они бесстрашно старались избавиться от переписи в благой надежде на заступничество. То есть, коррупция-то никуда не делась, и у Птолемеев она была, тоже будь здоров, ничуть не меньше, чем сегодня. И приходят переписчики, им денежек дают, и они никого в этот список не вносят. Из тех, кто им дал денежек. Теми, кто отделился от них, они стали гнушаться. Ну вот, теми, кто принял эллинские эти обычаи, считая их врагами народа, лишали тесного общения с собой и поддержки. Ну вот, потом это будут называть изгоняли из синагоги. Неужели царь удовлетворится вот таким положением дел, что он только коррупцию простимулировал? Не думаю, но третья глава нам об этом расскажет точнее.